Актёры народного театрального коллектива ТВИТ собрались в районном центре культуры и досуга, чтобы поздравить с юбилеем своего художественного руководителя Ларису Гейлис. Так это одна семья наша, большая дружная театральная семья. Вот видите, мы поздравляем друг друга, мы играем вместе, мы время проводим, мы репетируем. Это единомышленники, поэтому они со мной, они мои театральные дети. В этот вечер для своей театральной мамы артисты подготовили поздравления в духе традиционных творческих капустников. Здесь были и стихи, и песни, всё, что так любит Лариса Сергеевна. Театралы вспоминали былые годы и пожелали сделать вместе ещё много постановок. Хотим пожелать, чтобы у неё было крепкое здоровье, чтобы у неё было хорошее настроение, и чтобы ей Бог дал терпение. Терпение, невозмутимость, потому что по-другому иначе никак не перенести все невзгоды. Среди тех, кто произносил тёплые слова в адрес юбиляра, были актёры разных поколений. Кто-то в театральном коллективе уже не одно десятилетие, другие же здесь совсем недавно. Наталья Алипа благодарна своему художественному руководителю за то, что та поверила в неё и дала первую роль. Ведь актрисой она хотела стать всю жизнь. Я её называю учитель, она всё-таки наша мама, да, всё-таки зависит от руководителя, как он строит коллектив, какие люди её окружают. Вот, настолько тепло, я настолько ей благодарна во всём, что я уже, ну, в этом коллективе, то, что я работаю, у меня есть уже вторая роль во втором спектакле. По мнению актёров, их коллектив – одна большая дружная семья, а способна объединить их, таких разных, на первый взгляд, именно Лариса Сергеевна. Лучшая. Она лучшая. А самое главное, она всегда попадает в цель, раздавая роли своим актёрам. На празднование юбилея смогли прийти не все участники. Коллектив театра довольно большой, и чтобы задействовать весь состав, в данный момент одновременно проходят репетиции сразу нескольких спектаклей. Полные залы каждый раз подтверждают народную любовь благодарных зрителей к Народному театру под управлением Ларисы Гейлис. Я обязуюсь быть готов, всегда готов ставить спектакли, и вас задействовать всех. Я стараюсь, уже по три ставлю спектакли.